Библейский портал экзегет.ру представляет Достопочтимые братья и сестры, сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна, и сегодня мы будем читать седьмую главу. Первая тема – даже братья Иисуса не верят в Него. И мы читаем с первого стиха и ниже, седьмой главы. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Казалось бы, если Иудеи искали убить Его, а Христос шёл на страдания вольные, то почему Он не хотел ходить там, где Его могли убить? Дело в том, что мы спасаемся не только смертью Христа, оправдываемся не только Его воскресением, но великая миссия Христа – преподавание Евангелия народу. И когда люди возражали, говорили, не ходи туда, когда ушёл для проповеди, Он говорил, я для того и пришёл. И в то же время, когда Пётр отговаривает Его, да не будет с тобой такого, чтобы тебя взяли и казнили, Христос говорит Петру, отойди от меня, сатана, потому что он и для этого пришёл. Каким образом учение Христова меняет мир? И могло бы учение Христа изменить мир без Его смерти и воскресения? На самом деле, всё, что совершал Христос, всё это имеет спасительное значение. Даже его возраст. И блаженный Феофилакт настаивает на том, то, что он был младенцем, явлен в мир, он осветил и благословил всех младенцев. То, что он был отроком, он осветил и отроческий возраст. То, что он стал юношей, он осветил юность. То, что он стал зрелым человеком, он благословил зрелый возраст и почтил его. Таким образом, во Христе всё совершалось нас ради человек и нашего ради спасения. И мы читаем. Далее приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то иви себя миру». И далее говорится «Ибо и братья его не веровали в него». Братья Иисуса Христа – это родные дети Иосифа, обручника Девы Марии. Пресвятая Дева Мария была обручена Иосифу по трём причинам. Первая причина – чтобы от дьявола до времени скрыть ту, через которую имел намерение родиться Христос. Это учил Иустин-философ, Иустин-мученик. Другая причина – дьявол внимательно следил за всеми девами, ибо он хорошо знал Писание, и в том числе те слова, где у пророка Исаии сказано «Сидь Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». А Дева, обручённая мужу, как бы уже Девы и не считалась. И здесь внимание дьявола ослабевало. Третья причина – почему Мария была обручена Иосифу, она была очень красивая. И Иосиф оберегал её девство, её красоту от назойливости молодых людей. И по понятиям того времени, если Дева не обручённая, к ней мог подойти любой молодой человек. А если она обручённая, никто не решался подходить, потому что это строго запрещалось законом Божиим, и никто не пытался этого принципа нарушать. Сыновья Иосифа, он был вдовец, когда обручается с Девой Марией, они были старше Христа. И давайте посмотрим, какое объяснение предлагает Тартулиан. Это его трактат о плоти Христа. Когда Иисус учил о жизненном пути, когда говорил о Царстве Божьем, занимался исцелением недугов и пороков, близких не было рядом с Ним, в то время как чужие устремились к Нему. Наконец, они приходят и встают в дверях, и они не входят, не думая о том, что делается внутри. Во всяком случае, не поддерживают его, как будто бы принесли что-то более необходимое, чем то, что он особенно делал. Более того, они его перебивают и хотят отозвать от такого дела. Тартулиан отталкивается от известных описаний, когда сказано «пришли за ним, за Христом, когда он учил». И не входя в помещение, где он учил, послали сказать ему, что пришли забрать его, чтобы он вышел к ним. Казалось бы, братья, сводные братья ищут для него благо. Они обеспокоены тем, что он учит чему-то нестандартному с точки зрения иудаизма, и он может за это пострадать, но они не понимают, что Христос не только Спаситель, это для них закрыто совершенно, но они не посвящены и в ту тайну, что он Учитель. А Христос является нашим Учителем во всех отношениях. Бог становится становится человеком по той причине, что мы не можем подражать Богу. А подражать человеку в его действиях, в его словах, в его реакции на ту или иную ситуацию мы можем. Впрочем, Христос призывает нас в вопросах бесстрастия подражать и Богу, когда в Нагорной проповеди говорит «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Но Петр со всей категоричностью пишет в своих посланиях о Христе. Он оставил для нас пример, дабы мы шли по его следам, по его стопам. Таким образом, миссия Христа претерпеть страсти, мучения, чтобы освободить нас от страстей греха, вкусить смерть, чтобы умертвить саму смерть и воскреснуть для нашего оправдания и явить нам пример истинной человеческой жизни. Он учитель во всех отношениях. Мы не можем подражать Христу в смерти за грехи всего мира, потому что от нас этого и не требуется, но мы можем подражать и должны подражать Христу в терпение. И если, например, нам посылаются какие-то тяжелые испытания, болезнь, а мы знаем, как христиане, что без воли Отца Небесного волос с головы не упадет, мы принимаем все это как из рук Христа. И мы говорим, если ты, Господь, нам это послал, мы принимаем из твоих рук. Ты для чего ты это сделал? И таким образом мы посвящаем Христу наше страдание, наше переживание, нашу скорбь. И посвятив все это Христу, мы потом получаем из рук Христа пережить подлинный смысл всех тех испытаний, которые Господь посылает нам с одной целью усовершенствовать нас. И апостолы выразили это словами как золото огнем очищенное. Мы должны избавляться от всяких примесей, очищаясь в горниле искушений, страданий. Христос хочет, чтобы мы были бы чисты и от всякой закваски. Он предупреждает своих учеников, чтобы не брали закваски фарисейской, закваски садукейской, закваски иродовой. закваска фарисейская это чрезмерный религиозный эгоизм, когда человек обрушивается осуждением на других с позиций церковных канонов, предписаний, заповедей и постановлений, но сам при этом может ничего не исполнять. Закваска садукейская, садукей были модернисты, это искушение модернизма, садукей не верили в загробную жизнь, не верили в духов, в ангелов, они были такие либералы своего времени, но они признавали ценность религии, потому что религия в их понимании помогала управлять толпой, людьми. И, кстати, в те времена почти все первосвященники были садукей. А закваска Иродова это такой разнузданный образ жизни, который вел Ирод Антипа, сын Ирода Великого, погруженный в гедонизм, стремление к всяческим наслаждением, всяческим мирским благом. Итак, мы прочитали, ибо и братья его не веровали в него, на это Иисус сказал им, когда они требуют от него, чтобы он как бы явил миру, всему миру свои способности, а если нет, пусть возвращается домой. Он говорит, моё время ещё не настало, а для вас всегда время. Что значит моё время ещё не настало, а для вас всегда время. Августин Блаженный в трактате на Евангелие от Иоанна пишет, «Они давали ему совет стяжать славу, убеждая по рассуждению мирскому и земному, чтобы он не был безвестным и утверждал себя, о чём и говорит Господь, время моё ещё не пришло. Отвечает тем, кто дал ему совет о славе, время славы моей ещё не пришло. Смотрите, какова глубина, они убеждали о славе, но он восхотел возношение превзойти смирением и к подлинной высоте проложить путь через смирение. Отсюда и это время моё ещё не пришло. Время же ваше, то есть мирская слава всегда наготове». Скорее всего, братья Иисуса поражались той популярностью, которой он пользовался в определённых кругах простого народа. И они хотели превратить его в такого цадика творящего чудеса, рэби чудотворец, чтобы сделать бизнес на нём. то есть их намерения они далеки от намерения самого Христа. Но Христос шёл к славе царского величия и царского венчания. Но слава величия Христа это Голгофский крест. И он венчается на царство терновым венцом. А в их понимании слава это внимание людей, которые могли бы позаботиться и о нём, и о них самих. на это он им говорит, моё время ещё не настало, для вас всегда время, вас мир не может ненавидеть, потому что вы такие же, как этот мир, вы от него ничем не отличаетесь. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нём, что дела его злы. Вот почему ненависть к церкви в наше время возрастает. Потому что церковь обличает мир во грехе. Это не значит, что люди церкви не грешат. Они тоже грешат. В Писании сказано, все согрешили, все лишены, а правды Божьей нет праведного ни одного. но церковь не соглашается с грехом в принципе и в себе и в окружающем мире. И церковь рекомендует нам для борьбы с грехом в целом возненавидеть прежде всего свой собственный грех, свою собственную страсть. И потом, если мы это сделаем и преодолеем грех в себе, мы можем помочь людям. А в противном случае мы будем действовать как фарисеи, ханжи, как Христос говорит опять же в Нагорной проповеди, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не видишь? лицемер, вынь прежде бревно из глаза своего. Мир не идет ко Христу, потому что мир возлюбил грех. Сейчас мы живем во времена, когда осуществляется легализация греха того или иного. Снимаются все табу, все запреты, и человеку предлагается ввести образ жизни так, как он хочет, так, как ему удобнее. Более того, на Западе неоднократно уже католические священнослужители высокого ранга и особенно здесь преуспели протестанты приносят извинения миру, например, во Франции один католический епископ принес извинения французскому обществу за непонимание, когда церковь в течение столетий запрещала людям заниматься любовью в самом широком смысле этого слова. Но церковь, христиане, которые сохраняют верность Христу, таких мы можем найти и во Франции, и в России, и в Германии, и в Америке, они понимают, что подлинная забота о человеке – это помочь человеку преодолеть грех в самом себе. поэтому подлинная любовь по отношению к человеку – это не потворствовать его страстям, страстишкам, хотя мы принимаем человека в таком состоянии, как болящего и окружаем некой заботой, но целью этой заботы является исцеление, а не гибель человека от этого недуга. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Мне рассказывали на Афоне, зашли в келью к одному старцу и стали спрашивать, будет война, не будет война, как жизнь будет продолжаться. Он очень так четко ответил, объяснил все, а братья говорят, а как же вы все знаете, у вас тут и компьютера нету, и телевизора нету. Он взял греческую Библию, открыл, прочитал, мир возле лежит. Он говорит, и так все известно, состояние мира, диагноз поставлен давно. И удивляться, что мир с неприязнью относится к нам не надо. А печально, когда те претензии, которые предъявляют нам мирские люди, они соответствуют некой реальности. Поэтому сказано в Писании, что если мы страдаем как христиане, то это благо, а если как злодеи, преступники, это для нас бесчестие. Далее Христос говорит, вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, то есть в Иудею, в храм, в Иерусалим, потому что мое время еще не исполнилось. сказав им, остался в Галилее. И мы посмотрим комментарий Аполлинария Ладокийского. Он пишет «Называющий блаженными плачущих в этом веке и теперь произносит соответствующее, говоря о чем-то общем и переходящем на всех святых согласно ему, что не время нам праздновать среди существующих страданий, где зло наступает, истинно отвергается большинством, а воля Бога не царствует на земле. Поэтому Господь говорит, что это не его время, ибо невозможно было доброму праздновать вместе с плохими и ненавидимому с теми, кто ненавидит. Но позвольте, они приглашали его на религиозный праздник, который был связан с определенными предписаниями. Но когда мы посмотрим, что пророк Исаия в первой главе говорит о праздниках от лица Бога, я ненавижу праздники ваши, беззакония и празднования, беззакония и празднования. Праздник, религиозный праздник для нас, христиан, является некой угрозой. Люди могут очень хорошо поститься, например, во время Великого Поста, а потом так разговеться, что потерять все, что они приобрели. Их отбрасывает назад и это беда. И мы знаем такие примеры во множестве. Я вот знал мужчину, который пьющий. И мы очень за него переживали, когда начинался пост, а потом возрадовались. Он стал ходить трезвым. И мы радовались всякий раз в виде его на службе. Пропала краснота с его лица. Он выглядел хорошо. За него радовалась его семья. Близкие приходили, нас благодарили. Он был спонсор храма. Потом праздник Пасхи. Он стоял свеженький, сияющий на службе. Он радовал нас, как он шел с Харугви на крестном ходу. А потом он так разговелся, что пришлось вызвать машину скорой помощи. И потом в течение нескольких недель, если мы его видели, навещали, у него было темное лицо, буквально темное лицо. Он все потерял. Для нас изучение Евангелия интересно еще из той точки зрения, что все тогдашнее общество было религиозное в той или иной степени. А сейчас мы радуемся любой религиозности, если человек ее проявляет. Потому что сейчас верующие в меньшинстве и Христос вообще сказал, что сын человеческий, придя на землю, сын Божий едва ли обрящет веру на земле. Процесс апостасии, он как бы уже запущен. Но при всем при этом жизнь мирских это одно, это не наше. И их проблема не всегда это наши проблемы. У нас, у верующих, свои проблемы. И некоторые афонские старцы говорят о том, что есть религиозные бесы. Не в том смысле, что они веруют и трепещут, как сказано в Библии, а в том смысле, что есть грехи, которые связаны с религиозными предубеждениями, с религиозным ханжеством, с показной религиозностью, и мы знаем, как Христос с этим боролся, как он это осуждал, особенно показную религиозную благотворительность или молитвы на показ. Показная благотворительность, Христос говорит, ну не трубите перед собою, когда вы раздаете милостыню. Если вы откроете православную толковую Библию, там сказано, конечно же, они не трубили, это имеется в виду, что они не должны были хвастаться своей благотворительностью, но это неправильное истолкование, оно было сделано конец 19-го, начало 20-го века. Иудеи именно трубили в шафары, когда раздавали милостыню, призывая всех нуждающихся, чтобы они собрались и получали эту милостыню и с благодарностью заглядывали в глаза меценату, который обеспечивал раздачу этой милостыни. А молитвенный показ, это когда Христос говорит, не молитесь на перекрестке дорог. Поэтому для нас даже проблемы того времени, как проблемы псевдорелигиозные, они более понятны. Потому что наш теперешний мир, он не раскрывается на страницах Писания. Это уже мир мутаций, мутаций греховных. Сказано, в последнее время люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. Но если это последнее время, значит, это не свойственно для всех остальных времен. Итак, Христос остается в Галилее, в то время, как его родственники отправляются в Удею, потому что единственный храм, посвященный Господу Богу, был как раз в Уделе Иуды и Вениамина святой город Иерусалим. И следующая тема Иисус учит в Иерусалиме на празднике Кущей. И мы читаем, но когда пришли братья его, то есть пришли в Иудею, в Иерусалим, тогда и он пришел на праздник неявно, а как бы тайно. Они его призывали прийти, совершить чудеса, найти для себя новых почитателей, обогатиться. В те времена было много таких цадиков, рэби, которые творили некие чудеса, и пользуясь своей популярностью, они зарабатывали. Но Христос оканчивает свое служение слова в Галилее, и хотя он пришел на праздник, он пришел не так, как этого хотели его братья. Он действует тайно, неявно, как он учил, чтобы твоя левая рука не знала, что делает твоя правая рука. Как бы тайно, пишет евангелист Иоанн. Святитель Иоанн Златоуст пишет, но он пришел не для того, чтобы пострадать в этом случае. В новом завете описывается несколько пришествий Христа в Иерусалим. А чтобы преподать им учение, а мы с вами определились, что миссия Христа это не только миссия страстей, страдания, смерти и воскресения, но и миссия учения. Но он пришел не для того, чтобы пострадать, а чтобы преподать им учения. Зачем же тайно? Мог он, конечно, пойти и явно, и быть среди иудеев, и удержать их неистовое нападение, что нередко и делал. Но он не хотел так действовать всегда. Если бы он всегда поступал как Бог, то откуда могли бы мы узнать, что нам должно делать в затруднительных обстоятельствах? Златоуст проводит вот эту мысль, которую мы уже озвучили, что если бы Христос действовал как Бог и даже не стал бы человеком, то откуда могли бы мы узнать, что нам должно делать в затруднительных обстоятельствах? То есть иногда нам надо таиться, иногда нам надо смешаться с толпой. Помните, как в Капернауме его хотели побить камнями, но там было его действие как Бога. Он прошел и как бы через них, и никто ничего не сделал хотя они его привели уже на гору, хотели сбросить, закидать камнями и так далее. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? И много толков было о нем в народе, одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ, впрочем, никто не говорил о нем явно боясь иудеев. Разномыслия о Христе, они существуют до сих пор, и мир условно делится на тех, которые говорят о нем, что он добр, и на тех, которые говорят нет, но обольщает народы. «Впрочем, никто не говорил о нем явно боясь иудеев». То есть многие скрывали свое действительно доброе отношение к нему, опасаясь иудеев, которые уже проявляли враждебность по отношению к нему. Златоуст пишет, «Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ». Первое, я думаю, мнение народа, то есть в целом еврейский народ считал, что он добр. и мы знаем, что за Христом ходили простые евреи, иудеи толпами по несколько тысяч человек, достаточно вспомнить насыщение хлебами. Итак, Златоуст пишет, «Первое, я думаю, мнение народа, а последнее князей и священников, то есть политического и религиозного эстаблишмента, потому что клеветать было свойственно их зависти и злобе». «Обольщает, говорят, народ, видишь ли, начальники люди развращенные, а подначальные, хотя и здраво судят, но лишены надлежащего мужества, которого преимущественно не достает у народа». И мы читаем далее, «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». для нас это не вопрос, откуда он знает Писание, он и есть Слово Божие, Божественный Логос, который стал плоти и обитал с нами полной благодати и истины. Иисус отвечая им сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нём. Не дал ли вам Моисей закона и никто из вас не поступает по закону, за что ищете убить меня? Давайте посмотрим, как святитель Амбросий Медиаланский в своих пяти книгах о вере истолковывает вот эти слова «Иисус, отвечая им, сказал, мое учение не мое, но пославшего меня». Итак, одно учение Божие, другое человеческое. Таким образом, иудеи, когда хотели от него учения человеческого, говорили, «Как он познал книжность не учась?» Иисус сказал в ответ, «Мое учение не есть мое, ибо учит он без знания книжности не как человек, но видно, что учит он как Бог, который не изучал учения, но создал его, ибо он открыл весь путь знания, знания, как мы читали выше, ведь, как о Сыне Божьем сказано, это Бог наш, и не сравнится с Ним другой, ибо он открыл весь путь знания, после этого он явился на земле и вращался среди людей». Это ссылка на книгу Варуха, 3-я глава, 35-й по 37-й стих. Амбросий резюмирует «Итак, как же не имеет учения своего по божеству тот, кто открыл весь путь знания, прежде чем явился на земле?» Для нас очень важно в действиях Христа обратить внимание на то, что он избегает как человек, не как Бог, а как человек собственного мнения. Как Бог, он владеет всем, что имеет и Бог Отец, и Бог Дух Святой. А как человек, он бездействует в вопросе обучения, не предлагает человеческих решений, а говорит со славою и силою, не так, как книжники и фарисеи. Это очень поражало тех людей, которые слушали его наставления вере. И это научает нас уклоняться от собственного мнения, например, когда мы организуем какой-нибудь евангельский кружок и проводим занятия, мы должны ссылаться на авторитет Писания и авторитет Святых Отцов и стараться ничего не говорить от себя. Даже если нам кажется, что это решение будет более понятно для наших слушателей, минимально надо стремиться избегать собственных мнений в каждой ситуации, даже в мелочах. И это очень важно, когда мы говорим не от своего мнения, а любое мнение человека взвешивает как бы на весах логики и делает выбор в пользу того или иного мнения. В голове много всяких мнений, настроений, переживаний. Но что такое слово выбор? это слово ересь. Слово ересь переводится с греческого как выбор, а личный выбор, а личное мнение или самомнение. Поэтому священники, когда их спрашивают, а какое ваше мнение по этому вопросу, мы иногда отвечаем, а кого интересует наше мнение? Оно даже нас не интересует. Сказано, говорит ли, кто говорит, как слово Божие. И это очень важно так оттачивать свое вероубеждение, чтобы мы говорили не свое, а от Писания и от святых Отец. А тот, кто будет точно говорить от своего имени, я об этом часто вам напоминаю, это будет Антихрист, который придет во имя свое. Да, он будет связан духовно со своим отцом, дьяволом, ну, отец в кавычках, но при этом он будет говорить только от себя, ибо Антихрист абсолютно эгоист, он ненавидит отца своего, духовного дьявола, он трепещет Бога, боится святых, презирает себя, но свое мнение всегда ставит на первое место. Иисус, отвечая им, сказал, мое учение не мое, но пославшего меня, кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Что это значит? Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. Если в нашем сердце присутствует не просто желание изучить основы веры, но реализовать их в жизни, то есть воспринимать Библию как господнее руководство к действию, то Господь даст нам и внутреннее убеждение в истинных догматах. Кто хочет творить волю его, то есть действовать по его воле, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, это антихрист, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, это он говорит о себе, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? Мы, христиане, имеем не только закон Моисеев, пятикнижие, не только Ветхий Завет, мы имеем и книги Нового Завета. Но если при всем при этом мы не поступаем с твердостью убеждений по этим текстам, не воспринимаем их как господнее руководство к действию, то наличие этих знаний усугубляет нашу ответственность перед Богом. Ибо тот, кто знал, но согрешил, будет бит больше, чем нежели тот, кто не знал и согрешил. Народ сказал в ответ «Небес ли в тебе кто ищет убить тебя?» Это после слов Христа «За что ищете убить меня?» Здесь уже толпа возмущается «Небес ли в тебе кто ищет убить тебя?» Иисус продолжая речь сказал им «Одно дело сделал я и все вы дивитесь Моисей дал вам обрезание хотя оно не от Моисея но от отцов». Что значит от отцов? Первый обрезанный человек это Авраам отцы в данном случае это Авраам Исаак Иаков или Патриархи Моисей дал вам обрезание хотя оно не от Моисея но от отцов и в субботу вы обрезаете человека Если в субботу принимает человек обрезание чтобы не был нарушен закон Моисеев а закон устанавливает на восьмой день после рождения если выпадает даже на субботу этот обряд Бритмила завет обрезания исполняли даже в субботу Если в субботу принимает человек обрезание чтобы не был нарушен закон Моисеев наменяли негодуете за то что я всего человека исцелил в субботу Не судите по дорожности но судите судом праведным Здесь мы видим что в народе были резко отрицательные отношения ко Христу связанные с теми исцелениями которые он совершал в субботу Но мы уже ранее исследовали эту тему и мы обращали внимание что Христос исцеляя людей в субботний день в день покоя сообщал им покой например человек мучается зубной болью какой же это покой а если он получает исцеление это уже настоящий покой ибо шаббат означает покой причем покой в самом таком широком понимании этого слова не судите по наружности говорит Христос но судите судом праведным что значит не судить по наружности нам свойственно оценивать людей по первому впечатлению и по последнему впечатлению и в этом очень серьезная проблема как первое так и последнее впечатление могут быть обманчивы я помню в моей жизни был такой случай когда я пришел в гости к одному собрату по вере и я увидел его в пьяном состоянии и он вел себя очень беспокойно очень некрасиво кончилось тем что он вообще в одежде там полез в ванную хорошо там пришли его родственники я оставил его на попечение этим родственникам до этого случая я часто созванивался с этим собратом и мы обсуждали разные религиозные вопросы и этот собрат приносил мне много назидания потом я не звонил ему полгода может быть больше и однажды он мне звонит и спрашивает ты что думаешь что я все это время лежу пьяной ванной и я вспомнил и краска на моем лице появилась мы действительно запоминаем человека по первому впечатлению и по последнему впечатлению и он сказал брат я давно уже преодолел эту страсть я скучаю по нашим дискуссиям на богословские темы теперь посмотрите как мы относимся к своим собственным грехам неприятным некрасивым историям наш разум устроен так наша психика если хотите мы это очень быстро забываем просто человеческий разум если хотите это инстинкт самосохранения он старается не фиксироваться на неудобных на некрасивых моментах которые бывают в жизни каждого из нас поэтому когда Христос научает нас не судите по наружности но судите судом праведным если мы все время находим извинения себе то мы должны находить извинения и для других людей если мы все время выступаем в роли адвоката по отношению к самому себе почему нам не сделать этого и по отношению к другим людям в одни Иисуса Христа очень читаемым текстом точнее тогда он еще не был оформлен как текст написанный его из уст в уста передавали это текст Перкей Авот учения отцов учения отцов в Ветхозаветной церкви и там сказано суди о каждом человеке с лучшей стороны и когда что-то плохое всплывает о человеке пусть всплывет и что-то хорошее действительно любой грех фрагментален в жизни человека человек не может действительно полгода пьяным лежать в ванной да это было но человек это преодолел и человека надо оценивать по лучшим его проявлениям писание так и делает в каком случае писание так и делает обратите внимание что в писании часто говорится например в начале книги исход в Египет пришло столько-то душ столько-то душ и отцы истолковывают а почему о людях сказано как о душах потому что надо судить о каждом человеке с его лучшей стороны тело это слабая часть нашего теперешнего бытия в результате грехопадения оно дряхлеет оно устаревает а душа это лучшее что есть в человеке и поэтому когда писание говорит о людях там это душа там в ковчеге спаслося там восемь душ это свидетельствует о том что Бог посмотрел на этих людей не с точки зрения их недостатков иначе бы они потонули вместе с другими грешниками но Бог посмотрел на семейство Ноя восемь человек Ной его три сына и их жены с точки зрения лучшего расположения их духа их души даже хама который был очень несовершенный человек мы это видим из книги бытия но он сподобился спастись поэтому не судить по наружности не оценивать человека по плоти только по плоти надо думать о его внутренних качествах которые представляют огромную ценность для каждого из нас должны представлять огромную ценность а в глазах Бога душа каждого из нас это великая ценность что пользы человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп он даст за душу свою давайте посмотрим что об этом пишет блаженный Августин этого порока братья отмеченного здесь Господом в этом веке очень трудно избежать не судить по наружности но держать суд праведный Господь конечно обращается к иудеям но он обращается и к нам их он обличает нас наставляет их опровергает нас побуждает действительно иудеям запрещено читать Евангелие мы христиане постоянно читаем Евангелие Августин продолжает кто не судит по наружности тот кто любит всех равно не когда мы удостаиваем людей различных степеней почестей нужно бояться как бы не судить по наружности но когда мы творим суд между двумя и иногда между близкими ведь часто бывает суд между отцом и сыном отец жалуется на дурного сына или жалуется сын на дурного отца мы охраняем достоинство отца ибо сын ему обязан и не равняем отца сыном почестями но ставим выше если он прав сына же сравняем с отцом в отношении истины и так будем воздавать должное почитание чтобы не потерялось достоинство равенства чтобы не потерялось достоинство равенства кто относится ко всем одинаково бог он посылает свет солнца на праведных и на неправедных он дождит дождем на праведных и на неправедных он учит нас любить врагов благословлять проклинающих молиться за обижающих относиться к людям одинаково по-доброму когда будучи семинаристом я проходил ставленническую исповедь у архимандрита Кирилла Павлова это было в советские времена перед диаконской хератонии он задал мне вопрос у тебя есть друг я говорю да есть друг это твой лучший друг я говорю да это мой лучший друг его зовут Андрей это друг детства и он минут 15 может быть больше расспрашивал меня а в чем заключается дружба и потом он мне сказал если ты хочешь стать хорошим священником теперь каждому человеку ты должен относиться так как ты относишься к своему другу а если самый близкий к нам друг это каждый из нас по отношению к себе то писание призывает нас относиться к другим так как мы относимся сами к себе возлюби ближнего своего как самого себя как самого себя но если от самого себя бывает иногда тошновато у нас есть хорошие друзья люди очень благочестивые наше отношение к ним такое же как и к другим людям которые вызывают может быть даже брезгливость в нашем сердце поэтому это очень важное наставление для нас не судите по наружности но судите судом праведным и следующая тема это споры об Иисусе тут некоторые из иерусулемлян говорили не тот ли это которого ищут убить вот он говорит явно и ничего не говорят ему не удостоверились ли начальники что он подлинно Христос но мы знаем его откуда он Христос же когда придет никто не будет знать откуда он вот как раз они судят по наружности Христос выглядит как человек тогда Иисус возгласил в храме уча и говоря и знаете меня то есть что-то вам известно обо мне и знаете откуда я и я пришел не сам от себя но истинен пославший меня которого вы не знаете оказывается тот кто не верит в сына он не верит и в отца таким образом мы познаем отца через сына сына через отца а как мы познаем сына через отца отец дважды засвидетельствовал о сыне на Иордане и на горе Фавор сей сын мой возлюбленный в нем мое благоволение на Иордане и на Фавор сей сын мой возлюбленный его слушайтесь я знаю его говорит Христос об отце потому что я от него и он послал меня и искали схватить его но никто не наложил на него руки потому что еще не пришел час его многие же из народа уверовали в него и говорили когда придет Христос неужели сотворит больше знамений нежели сколько сей сотворил праздник кущей на который пришел Христос праздник поставления кущей палаток или шалашей сделанных из древесных ветвей был вместе с Пасхой и Пятидесятницей одним из трех главных праздников он завершал осенний сбор винограда и плодов а также напоминал народу о сорокалетнем странствовании в пустыне после исхода из Египта праздничные дни паломники проводили в кущах отсюда его название праздник кущей или праздник шалашей но кто оберегал еврейский народ в пустыне кто питал еврейский народ манной хлебом с неба вкус пресной лепешкой с медом кто защищал их от змей от амаликитян кто нас довел до того возраста до которого мы дошли мне исполнилось вот 57 лет 8 апреля прямо на пасху и это божье благословение многие мои друзья уже покинули этот мир сейчас в россии мужчины вообще долго не живут господь есть тот который промышляет о нас и в этот праздник кущей они должны были возвращаться к истокам своей веры когда бог ввел их по пустыне в течение сорока лет многие из народа уверовали в него и говорили когда придет христос неужели сотворит больше знамений нежели сколько сей сотворил услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи первосвященники служителей схватить его иисус же сказал им еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня будете искать меня и не найдете и где буду я туда вы не можете прийти почему Христос умирает именно в 33 с половиной года мы видим из Евангелия три Пасхи Христа и третья Пасха это Пасха которую он совершал с учениками тайный вечер и потом он был схвачен все что происходит в земной жизни Христа было предсказано древними пророками духом смятым и у пророка Даниила мы находим слова в середине седмицы прекратится жертвоприношение разделим седмицу на две части что у нас получается три с половиной и Христос знает что уже недолго осталось последняя Пасха приближается во дни его общественного служения он выходит на общественное служение в 30 лет и три с половиной года его совершает в середине седмицы общественного служения Христа жертвы прекращаются он умирает на кресте как единственная угодная Богу жертва и жертвоприношение становится бессмысленным и со временем по всему миру они прекращаются даже в языческих культах и хотя некоторые языческие культы сохранились а жертвоприношения в них прекратились а у иудеев это прекратилось с разрушением Русалимского храма и так Иисус сказал им еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня будете искать меня и не найдете и где буду я туда вы не можете прийти потому что он по воскресенье из мертвых через какое-то время возносится на небеса и восседает одеснуя Бога Отца а мы-то христиане можем туда проникнуть мы там живем от момента нашего крещения апостол Павел пишет во Христе Иисусе вы уже посажены на небесах одесной Бога Отца если церковь это тело Христа а вознесшись в теле на небеса в Царствие Божие он воссел в этом теле одесную Бога Отца и в нем в некотором духовном смысле каждый из нас крещеный мир помазанный православный христианин при всем иудеи говорили между собой куда он хочет идти так что мы не найдем его не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов что значит сие слова которые он сказал будете искать меня не найдете и где буду я туда когда вы не можете прийти действительно у иудеев были запреты входить в жилище язычников это очень серьезный запрет и помните когда сотник говорит не надо приходить ко мне когда Господь сказал я готов прийти к тебе домой исцелить твою слугу потому что он понимал что по еврейским понятиям этого нельзя сделать они рассуждают по плоти им кажется что он хочет перенести свою проповедь на эллинский языческий мир общаться только с ними а для них это совершенно недопустимо следовать за ним туда но он говорит о небесах он говорит о выседании одеснуи Бога Отца и судящие наружно по плоти всегда обманываются в вопросах духа ибо плоти кровь не наследуют царствие Божие и мы не можем чисто плотским разумом понять эти тайны связанные с Христом и далее в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил говоря завершение праздника кущи это очень торжественный момент собственно говоря кущи и в наше время евреи тоже делают в это же осеннее время после сбора осеннего сбора винограда и плодов других плодов и у евреев принято даже у московских евреев делать кущу рядом с синагогой куда может прийти каждый еврей посидеть там не просто посидеть помолиться почитать священное писание некоторые пожилые евреи которые не могут ходить там ездить на балконе делают кущу и выходят там посидеть часок два и куща в их понимании это осеняющее слава бога хотя она делается из очень простых материалов это какие-то там растительные всякие там ветви черенки что-то такое обычное что напоминает походные условия но на самом деле это как бы под крылами божьей заботы и Христос неслучайно именно в последний великий день праздника кущей стоял и возгласил говоря то есть стоял рядом с храмом кто жаждет иди ко мне и пей то есть выйдите из кущи собственных предубеждений бог уже с вами бог уже один из вас не надо прятаться в этих шалашах на балконе в митинге или в хоральной синагоге или где-то еще преодолевая свою зашоренность связанную с плотскими представлениями о религиозных праздниках осознайте что высший праздник это приобщиться к жизни Христа испив от его крови от его учения чистого учения ибо только это удовлетворяет любую жажду Иисус и возгласил говоря кто жаждет иди ко мне и пей Он есть источник текущий в жизнь вечную Он сделал апостолов служителями этого источника когда сказал исчресил ваших потекут источники вод Вода это символ Слова Божия Кто верует в Меня у того как сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой То есть уже мы каждый из нас верующий должен изливать эту истину А до кого достигает источник до жаждущего Жаждущий готов Он стремится прилинуть к этому источнику А тот кто не осознал этой жажды еще еще не понял в чем действительно нуждается его душа Он по-прежнему питается суррогатами и подменами как я помню вера вера убеждения Кто верует в Меня у того как сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой Это проповеди это слова это наставление это поучение это мать которая шепчет молитвы в уши своему ребенку чтобы он запомнил эти слова это проповедник слов Божий который благовествует этот источник живой источник который журчит наполняет смыслом любую нравственную и моральную пустыню Сие сказал он и о духе которого имели принять верующие в него то есть он сначала говорит кто верует Меня у того как сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой а это происходит когда в день Пятидесятницы Дух Святой сходит на апостолов и они начинают журчать этой благодатью мы переживаем свою Пятидесятницу в таинстве миропомазания который совершается после таинства крещения Сие сказал он о духе которого имели принять верующие в него ибо еще не было на них Духа Святаго потому что Иисус еще не был прославлен смотрите излияние Духа Святаго связано напрямую с прославлением Иисуса на кресте и в чуде его славного пресветлого воскресения ибо в лукавую душу не внидет премудрость Божия поэтому Христос своими страстями очищает наш мир от страстей своей смертью умершвляет нашу смерть и физическую и нравственно-моральную и делает нас способными принять Духа Святаго Который в свою очередь научает и наставляет нас на всякую правду И в окончании этой главы тема «Разве из Галилеи Христос придет?» Многие из народа услышав все слова говорили «Он точно пророк» Другие говорили «Это Христос» А иные говорили «Разве из Галилеи Христос придет?» Почему такое уничижительное отношение к Галилее? Потому что Галилея называлась Галилея языческая Она так называется и в Новом Завете Там было смешанное население еврейское население и сирийцы греки арабы и римляне И всем этим людям казалось, что Христос должен прийти как минимум из Иерусалима Да, он мог родиться в Вифлееме об этом книжнике знали но явиться в святом городе А разве Христос теперь не в Иерусалиме? Он каждую из трех пасок своего общественного служения пребывает в Иерусалиме те из вас которые были на святой земле наверное помнят подъем в Иерусалим когда едешь из аэропорта Бен-Гурион в Иерусалим это восхождение как бы к вершинам гор Иерусалим это некий духовный подъем и так народ говорит разве из Галилеи Христос придет не сказано ли в Писании что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема из того места откуда был Давид люди не посвящены даже в обстоятельства Рождества Христова и так произошла о нем распря в народе некоторые из них хотели схватить его но никто не наложил на него рук и так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям и сии сказали для чего вы не привели его то есть первосвященники и фарисеи они науськивали толпу чтобы руками толпы схватить Христа как бы не их инициатива а инициатива снизу для чего вы не привели его служители отвечали то есть посланные служители возвратились которые настраивали толпу служители отвечали никогда человек не говорил так как этот человек даже те которые должны были его схватить они испытали влияние его на себя влияние Христа оказывалось и на его врагов помните когда Христа арестовали сказано в тот день помирились между собою Ирод и Понти Пилат которые были во вражде друг с другом а Иосиф обручнике Девы Марии сказано будучи праведен и не желая огласить ее то есть Деву Марию хотел тайно отпустить ее что значит будучи праведен по праведности Тибетского Завета если обрученная тебе Дева понесла в очреве ты обязан привести ее к воротам города к судьям и они должны побить ее камнями и отцы объясняя это недоумение говорят Христос еще не родился а уже новозаветная праведность проникла в сердце Иосифа который тогда еще не был посвящен даже от ангела просто общался с Девой Марией Христос оказывает влияние на самых разных людей и вот эти служители которые говорят в недоумении никогда человек не говорил так как этот человек они дважды говорят о нем как только о человеке но они понимают что он больше чем человек фарисеи сказали им неужели и вы прельстились уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев но этот народ невежда в законе проклят он они говорят о том чего они не знают у Христа уже были уверовавшие в него начальники и мудрецы еврейского народа это Никодим который приходил к нему член Синедриона еврейского Сангидрина Верховного Суда это Иосиф Алимофейский человек богатый но многое пока содержится в тайне и Иоанн Богослов пишет Никодим приходивший к нему ночью будучи один из них которые ругались на этих служителей что не арестовали его говорит им судит ли наш закон человека если прежде не выслушает его и не узнают что он делает на это сказали ему и ты не из Галилеи ли уже кричат на людей внутри их сообщества рассмотри и увидишь что из Галилеи не приходит пророк и разошлись все по домам из Галилеи не приходит пророк но Христос больше чем пророк это Сын Божий который преклонил небеса и сошел на эту землю нас ради человек и нашего ради спасения и так в этой главе мы с вами разобрали тему действия Христа на праздники Кущей и нам становится понятным почему Христос не пошел вместе со своими сводными братьями на праздник Христос как сердцеведец божественный он знает готовы ли люди принять его учения или нет даже апостолы в то время были еще плотскими людьми они не имели еще Духа Божия он сойдет на них только в день святой Пятидесятницы после его вознесения на небо и если в сердцах наших живет православное исповедание если на Никее цельградский символ веры мы торжественно возглашаем аминь это свидетельствует о том что святые таинства сообщают нам значительно больше чем человек каждый из нас мог бы своим умом осознать истину веры и последняя цитата во время сегодняшней беседы это цитата Амвросия Медиаланского который объясняет слова об источнике воды живой о действии Духа Святаго о чем сказал Христос что из чресел ваших потекут источники вод святитель Амвросий Медиаланский написал небольшой трактат он называется о рай и в этом трактате есть такие слова и так как премудрость источник жизни источник духовной благодати так и источник прочих добродетелей направляющие нас в русло вечной жизни из той души которая возделана не из той которая не возделана истекает этот источник чтобы орошать рай то есть рай твоей и моей души а сколько рек орошали рай четыре реки а сколько евангелий мы имеем четыре евангелия от Матфея Марка Луки и Иоанна И когда словеса евангелия мы изучаем со всяческим тщанием вниманием это и есть омовение рая нашей собственной души чтобы она стала этим раем сладости амброси пишет из той души которая возделана не из той которая не возделана истекает этот источник чтобы орошать рай то есть некие насаждения различных добродетелей у них есть четыре начала на которые разделяется эта премудрость что же это за четыре начала добродетелей как неблагоразумие первое воздержание второе решимость третье справедливость четвертое только тогда когда мы воспринимаем евангельское учение как господнее руководство к действию мы обретаем благоразумие утверждаемся воздержание имеем духовную решимость исполнены справедливости поэтому каждый урок по евангелию это некая веха некая ступень в нашей жизни которая помогает нам осознать волю божию относительно каждого из нас и как я часто говорю счастье человеческой жизни в этом заключается понять распознать волю божию относительно самого себя спасибо вас господь спасибо 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 Продолжение следует...